Я сейчас почесала, подумала, что у меня здесь прыщ огромный, я его чуть не содрала, а это просто мои блёстки. Всем привет, добро пожаловать на мой любимый ютуб канал. Очередной раз собрались с вами здесь, чтобы повторить всякую фигню из Пинтереста, ладно, красивую, самое главное, красивую фигню. И не просто фигню, а это у нас будет летняя фигня из Пинтерест. Но сегодня мы, кстати говоря, будем повторять в необычном нашем формате, не то, что я просто перед вами вот так вот села, поставила камеру и что-то леплю, что-то делаю. Нет, я всё обыдумала заранее, я всё сделала на видео и покажу, как это сделать вам. Короче, покиньте, я теперь диайвайщик. В общем, вы скажете, а чё мне? Уже лето вообще-то заканчивается, а сейчас уже август на дворе. Какие летние идеи из Пинтереста? Что за бред это, бля? Я насмотрела стиктока, извините, у меня клиповое мышление. Лето не заканчивается, получаем потом витаминчики D, уезжаем на море куда-нибудь, всё, и кайфуем от жизни. Это универсальные вещи, которые пригодятся, на самом деле, не только летом, но ещё просто в интерьере. Подпишитесь на мой Телеграм-канал, потому что, кто знает, может быть, Ютуб ливнёт совсем. И будем держать с вами связь в Телеграм-канале, будем скидываться идеями из Пинтереста. Начинаем! В этом видео мы свяжем с вами сумку, я даже сделала туторию. Слепим вот такие класснючие подставки для украшений в виде цветов. Сделаем украшение волоса с ракушками, чтобы побежать прямиком на пляж и сделать классные фотографии. Сделаем себе чокер с цветами. И ещё свяжем парочку цветочков для украшений. Итак, первое это цветочки из глины. Да, туда можно будет положить колечки, туда можно положить всякую мелочёвку. Мне однозначно очень понравилось то, что задумка нереально красивая, а делается это всё очень легко. So easy. И даже для меня, для такого человека, который почти ничего не умеет, я с этим справилась очень легко. Что же нам нужно сделать, чтобы получился такой прекрасный цветочек-лепесточек? Для этого, соответственно, нам понадобится глина сама. Мы берём огромный кусман глины и потом разделяем его на 5 частей. Делаем такие 5 кружочков кругленьких. Каких ещё кружочков можно сделать? Треугольниковые кружочки. Вы такое сможете сделать? И потом эти 5 кружков мы преобразовываем в лепестки. Это очень легко, и каждый с этим справится. Это не вылепить какую-то, знаете, чашу, тарелку. Нет, это просто сделать лепесток. И ничего страшного, что он будет кривой, потому что это природа. Эта природа, можно смахнуть на это, сказать, вообще-то листья что? Они прямые? Нет, они могут быть кривые. Потом мы эти все лепестки соединяем между собой, чтобы получилась вот такая вот конструкция. Обязательно мы это всё сглаживаем. Можно воспользоваться водой, чтобы глина поддавалась, и ей можно было управлять, доминировать над ней. И чтобы создать рельеф нашему цветочку, мы берём кисточку или зубочистку. В моём случае я взяла зубочистку. Чтобы получился у нас не пластмассовый цветочек, а очень даже реалистичный. Я не помню, как называется, гибискус, по-моему, называется такой цветок. Короче, мы делаем любимому такую небольшую сосисочку и прикрепляем эту сосисочку посередине цветочка. Всё. И я ещё, знаете, чтобы лепестки выглядели более реалистично, я их так немного посворачивала, чтобы они вот на концах своих сгибались красиво. Первый цветок я разукрасила таким базовым максимальным оттенком, который чаще всего мне встречался на просторах Пинтереста. Это розовый с красным. Основой цветка был розовый цвет, а в серединке я уже добавила немного красного и оранжевого чуть-чуть. Всё. Вот такой прекрасный цветок с градиентом получился. Второй же я немножко решила поэкспериментировать. Я таких не встречала на Пинтересте, и поэтому я решила, что я сегодня запахну индивидуальностью. Я смешала так же, как и в предыдущем цветке. Только теперь это были синие цвета. Я сделала голубой и синий оттенок. И там ещё добавила немного жёлтого. И там какая-то вообще была гремучая смесь на самом деле. Но, в общем, получился вот такой тоже красивый цветок с градиентом. Голубой. Очень классно. Я пыталась, знаете, что повторить? Я пыталась повторить вот этот вот цветочек. Но о нём попозже. После того, как мы это всё покрасили, после того, как это всё высохло, это должно просохнуть вроде как сутки, а лучше даже двое. И последний мой шаг я всё заливаю это специальным гелем, чтобы всё зафиксировалось и блестело потом в итоге. Наши цветки готовы. И это отлично украсит интерьер. Туда можно и свечку поставить, и напоминать, что лето было не так давно, и ещё у нас будет в жизни лето. Оно не навсегда заканчивается, и ещё придёт. Ещё будет солнце в нашей жизни. Мне, на самом деле, всегда было суперсложно прощаться с летом. И не только потому, что это моё самое любимое время года, но ещё и потому, что когда-то это для меня был не очередной классный сентябрь, а очередное начало учебного года. Но ещё тревожнее становится, когда тебе скоро совсем сдавать экзамены. Когда ЕГЭ или ОГЭ уже совсем близко, рядом, но на супер сидят у тебя. Но если бы в своё время я знала об онлайн-школе сотку, уверена, тот период для меня бы прошёл намного лучше и легче. Если вам кажется, что вы совсем безнадёжны, и уже вам ничего просто не поможет, это не так. Сотка готовит с любого уровня на нужный вам балл. И самое главное, что время ещё есть. На опыте я поняла, что уроки будут ещё полезнее, если они будут проходить интересно. В сотке же учителя очень продвинутые, поэтому преподносят информацию не только понятно, но ещё и увлекательно. Также в школе очень быстрая проверка домашки, всего за 20 минут. Сотка готовит к экзаменам без стресса, проводя ежемесячные вебинары с психологом. Но что ещё может принести большее спокойствие, как неуверенность в своих знаниях? А уверенность в своих знаниях подарит повторение всей программы по всем предметам 3 раза. И тут уже хочешь-не хочешь, то запомнишь. Придётся запомниться. Можно начать готовиться уже сейчас, и причём бесплатно аж до конца августа, при оформлении подписки на сентябрь. Себя подготовят по 4 предметам с огромным количеством практики, всего от 5500 рублей по одной подписке. И всё это суперудобно, потому что проходит в одном месте. А ещё небольшой такой бонус, точнее просто огроменный. Сотка летом в 2025 году проведёт розыгрыш Ламборджини среди своих учеников. И чем дольше вы учитесь в сотке, тем, конечно же, наибольший шанс у вас выиграть. А по моему промокоду PLUV8 вы получите дополнительную скидку на первый месяц обучения. Стоимость повышается каждые 2 недели, поэтому рекомендую не откладывать и прямо сейчас записываться на бесплатный вводный урок и начинать готовиться к экзаменам. Ведь чем раньше вы начнёте, тем спокойнее и легче вам это всё будет даваться. А ссылку на онлайн-школу Сотка я оставила в описании. Вторая идея из Pinterest, которую я решила повторить, это сумка с цветами. Я уже умела вязать квадраты, вот эти вот бабушкины квадраты, мы все их знаем, прекрасные. Это самое лёгкое вообще, что можно вообще сделать в вязании. Я думала изначально, что я просто свяжу обычные бабушкины квадраты, просто в таких вот примерно оттенках, как на фотографиях из Pinterest. Ну так, немножко, да, обыграю эту систему, но нет, я подумала, что нельзя. Нужно прям сделать всё идеально. Я нашла туториалы, но, к сожалению, они мне не подошли, и поэтому я решила самостоятельно записать туториал, так как я не нашла никакого туториала в YouTube, который на 100% не подошёл. Мне пришлось всё это подбивать под себя, под свои нитки. Какое там должно быть количество петель? В общем, мы сначала вяжем, конечно же, эти квадраты. У нас должно получиться в общей сложности 13 квадратов. Да? Да, должно получиться... Не 13 квадратов, нет. 10, 11, 12, 13... В общей сложности у нас должно получиться 16 квадратов, чтобы получилась такая небольшая сумочка, вот как у меня, да? Я сначала думала, что мне будет этого мало, но потом я поняла, что этого будет вообще достаточно. Для того, чтобы связать один вот такой вот квадрат, нам понадобится для этого определённая пряжа. Всё рассчитывала именно под эту пряжу, потому что, когда я смотрела туториалы, там была более толстая пряжа, и, соответственно, количество петель сильно зависит от этого. Я показываю пряжу, которую использовала я. Беш. Color 5, значит, у нас. А вот здесь я немножко потерялась. Скорее всего, жёлтый — это 80-й, а розовый — 20-й. Но я могу ошибаться. Все нитки я использовала именно от этой фирмы. И последний оттенок — это розовый 74-й. Мы начинаем с сердцевинки, поэтому берём жёлтую пряжу и наматываем ниточку на наши пальцы. Соответственно, вот так делаем. И у нас получается такой лассо-круг. Делаем воздушные петли. Один, два, три. Три воздушные петли. Всё good, всё very nice. Теперь мы накидываем нитку на крючок и продеваем в это лассо. У нас, значит, на крючке теперь три нитки. Мы продеваем через две и потом ещё через две. Всё, вот такой вот у нас получился столбик, а точнее уже два столбика. И теперь точно так же мы двигаемся с одним накидом делаем двенадцать столбиков. Пять. У нас получилось двенадцать столбиков, и теперь что мы делаем? Вот эту нитку торчащую мы, получается, затягиваем, и у нас получается вот такой, вот такой круг. И теперь в третью петельку, вот отсюда, мы продеваем и делаем соединительную петлю, соединяем наш круг. И теперь мы это всё затягиваем. И тогда наш круг готов. Почему должно быть обязательно двенадцать этих столбиков? Потому что даже один столбик решает всю эту работу. Если будет больше этих лепесточков, то всё, работа поплывёт. Не будет уже этой композиции, будет уже не ромашка, а что-то очень кримашка. Так, теперь мы, соответственно, берём вот этот вот цвет, более тёмный оттенок розового, и продеваем, получается, в любую петельку. И делаем теперь четыре воздушные петли. Один, два, три, четыре. Делаем два накида, и продеваем в эту же петлю. У нас должно получиться в одной петельчике три таких столбика, поэтому делаем последний сейчас. Столбик с двумя накидами получается, да? Теперь мы вытягиваем и вставляем, получается, наш крючок вот в эту вот петелечку, косичку плетёную. Вот сюда. И теперь эту петелечку, которая поплыла куда-то не туда, петелечку, которую мы протянули, специально мы теперь протягиваем вот через эту петлю. И у нас получается вот такой вот лепесточек. Теперь мы делаем три петли воздушные. И точно так же идём по кругу, делаем 15... Ой, блядь, 12! 12 таких лепесточков! И теперь пишем. вот мы и добрили сделали 12 лепесточков теперь мы точно также это все соединяем не забываем про три воздушные петли можно подумать что дальше будет все точно так же но нет мы теперь берем розовые более светлые розовые нитки такие поставили эстетик корда теперь мы делаем три воздушные петли и после этого все идет очень даже интересно мы теперь накидываем петлю одну петлю продеваем через 2 не продеваем до конца а накидываем еще одну петлю и продеваем в тот же получается вот разъем вот сюда между лепестками туда же и опять тоже продеваем через 2 петли еще раз накидываем опять продеваем через 2 сейчас у нас на крючке 4 петли нам нужно сделать 5 и когда у нас на крючке уже 5 петель теперь мы можем продевать захватываем нить и продеваем и затягиваем теперь я делаю 4 воздушные петли и теперь точно так же абсолютно делаем последующие лепесточки вот опять у нас 5 петель считаю вот эту вот где у нас 4 воздушные петли и также продеваем и затягиваем опять 4 воздушные петли и по той же самой схеме у нас получается вот такой вот кружочек последний штрих мы берем бежевые нитки делаем 3 воздушные петли теперь столбик с одним накидом и еще один столбик с одним накидом две воздушные петли и получается следующее пространство между лепестками мы делаем точно такие же три столбика две воздушные петли 3 воздушных столбика Три воздушных столбика, что? Короче, три столбика с одним накидом. В общем, получилось у нас вот так вот три по три. И теперь вот в этот вот промежуток мы будем делать шесть столбиков. Сейчас покажу, как мы это будем делать. Опять делаем две воздушные петли. Точно так же делаем три столбика. И вот теперь, чтобы сделать тот самый угол, мы делаем не две воздушные петли, а три воздушные петли. И получается туда же теперь мы делаем опять три столбика с одним накидом. вот два промежутка мы заполняем здесь у нас угол опять два промежутка заполняем и здесь у нас будет угол не забываем что здесь именно 3 воздушные петли во всех остальных по 2 сделали угол опять две воздушные петли вот такой вот уже у нас квадратик вырисовывается последний теперь слой по сути сейчас будет то же самое что и мы делали до этого делаем теперь опять 3 воздушные петли мы ничего не обрезаем то есть просто вот мы соединили и теперь делаем 3 воздушные петли делаем опять столбик с накидом вставляем сюда же и точно по такой же схеме каждый просто проем делаем по 3 столбика и также не забываем про углы то есть все то же самое вот мы получается дошли сделали последние три столбика точнее предпоследние теперь вот в этот же получается промежуток где у нас уже есть три столбика которых мы начинали этот круг точнее этот квадрат мы сюда же делаем также три столбика с одним накидом вот теперь у нас есть три столбика и здесь три столбика с другой стороны теперь делаем Три воздушные петли и соединяем Все, все, easy Протягиваем нить и обрезаем И вот такой квадратик у нас получился С этими квадратами можно сделать не только сумку Можно сделать еще и наволочку Такие наволочки тоже приветствуются в интерьере Очень стильно это будет смотреться Очень по-хавайски А также можно сделать и косметичку Да все что угодно, да плед можно сделать И чехол можно на компьютер сделать И даже кофту, и свитер можно такой сделать Но я решила сделать сумку, потому что Мне кажется, это наиболее такая летняя тематика Потому что очень похоже уж это на пляжную сумку И очень будет удобно ее брать И можно делать как раз красивые фоточки в пинтерст Их выкладывают туда Вот и все Мы эти все детали сшиваем Сверху я еще, кстати, дополнила некими рядами Чтобы немножко увеличить мою сумочку И чтобы она смотрелась более опрятно И также я добавила лямку Изначально я думала, что я добавлю две лямки По одну сторону и по вторую Но потом я решила, что мне лень Мне лень заморачиваться, я не хочу Заморачиваться, я решила сделать всего одну лямку И тем более, в целом, мне это наиболее привычно Я привыкла ходить с одной лямкой А не с двумя Я сделала по бокам одну ручку Вязала эту ручку я столбиками с накидом Единственное, что да, конечно, там мелкая работа И вяжется это намного дольше, чем бабушкины квадраты Но знаете, кому в целом пофигу Что там внутри Можно сделать и бабушкины квадраты Можно не настолько сильно заморачиваться В целом и квадраты бабушкины тоже смотрелись бы очень стильно И если подобрать правильные оттенки, то можно было бы даже и смахнуть на цветы Вообще-то цветы у меня Отличная идея плюс туториал Спасибо, Лиза, ты крутая Айдея номер три Следующее, что меня очень привлекло Это вот эти вот красивые цветы на пояс Или красивые цветы на шею Но я все никак не могла найти что-то похожее И я решила сделать это самостоятельно Я искала отдельно цветы на маркетплейсах Чтобы заказать и приклеить эти цветы к веревочке И получился бы у меня такой прекрасный шокер Я не нашла нормальных цветов И поэтому мне пришлось заказать цветы резинки Но они оказались еще дешевле Поэтому в целом я подумала Ну вообще красиво смотрится Выглядит выигрышно И мне оно надо Обрезала, значит, эту резинку Все супер было легко И, собственно, просто привязала к моей веревке Все 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 Конечно же, это еще можно приклеить Но мне, если честно, было лень приклеить Поэтому я просто все хорошо и грамотно обвязала вокруг этого цветка Такую же работу я проделала и с розовым гибискусом Он даже более привлекательный, если честно, выглядит Как-то проскошнее Этот же синенький более простой И все же я рекомендую не лениться и приклеить цветок на клей На узле как-то не особо доверительно Может и потеряться, может и скрепиться Лучше быть уверенным в себе И знать то, что он у тебя не оторвется По поводу, кстати, вот этих вот цветов Можно же и к заколке их приклеить То есть можно сделать себе заколки Просто в качестве резинки они мне не очень нравятся Потому что, а куда их? А вот так, по-моему, очень даже ничего И тем более сейчас даже такие маски в ТикТоке делают, если что, да? Так что это тренд, между прочим Еще есть очень классный вязанный цветок Тоже я видела на просторах Пинтереста И поэтому, конечно же, я запишу туториал Потому что мне нечем заниматься Этот вариант все-таки больше как-то на шею смотрится А вот вязанный цветок мне очень нравится на поясе Это выглядит очень выигрышно, стильно По-пинтерестски Можно поделать тоже классные фоточки Типа стайл Типа мы стильные люди Очень легко и быстро вяжется эта работа Намного быстрее, чем сумка эта гребаная В общем, также нам понадобится такая, знаете, немножко волосатенькая пряжа Чтобы она была такая более воздушная, чтобы получилось Потому что цветок должен быть очень воздушный И должны быть очень такие тоненькие ниточки Можно, кстати, этот бантик потом еще завязать на ленточку Чтобы это было еще изящней Ну, если брать на шею, именно рассматривать вариант Или же можно ободок сделать какой-нибудь Ну, что-нибудь волосы придумать Или можно его приклеить, кстати, на заколку Прикиньте, плюшевая заколка Это же вообще мимимишно А, или, кстати, его можно прикрепить вообще к сумке Ну и, собственно, туториал по вот таким вот цветам Пытаюсь быть полезной вторая часть Я уже вязала этот цветок И у нас должен получиться вот такой же цветочек Мы сейчас будем с вами повторно его вязать Чтобы я показала вам, как это делается, блин И есть небольшая такая проблема Хотя, возможно, для кого-то она будет большая Если кто-то реально захочет связать себе такой цветочек Именно такими же нитками, которыми буду вязать я То у меня, к сожалению, нет этикетки Так как я покупала эти нитки супер давно И, конечно же, я ее давным-давно уже выкинула Вот просто они очень подходящие, на самом деле, для этого цветка Прям цвет мне очень нравится И он, знаете, такой получился прям как надо Волосатенький Я буду использовать крючок на рандоме Просто мне этим крючком наиболее удобно вязать У меня есть еще поменьше Но вот этим прям отлично 3 мм 3.00 мм Делаем с вами 50 воздушных петель Наверное, чтобы сделать побольше цветок Нужно сделать намного больше петель В общем, есть какое-то суперсложное связывание этого цветка Но я хочу просто его сшить прям максимально просто Продеть вот так вот как-то нитку И зафиксировать Я не знаю, получится у меня это или нет Но я не хочу настолько сильно заморачиваться Мне реально там лень 20 часов что-то провязывать Чтобы хоть как-то скрепить этот цветок Извините, я слишком импульсивна Я слишком хочу получить быстрый результат Но в этом и проблема Что получить быстрый результат Значит получить некачественный результат После того, как мы связали 50 воздушных петель Мы делаем столбик с одним накидом В пятую петлю Отсчитываем Один, два Подождите Через камеру, знаете ли, вообще ничего не видно Один, два, три, четыре, пять И делаем столбик с одним накидом Пропускаем одну петлю Также делаем столбик с одним накидом Три воздушные петли И в эту же петлю В которой мы уже сделали столбик Делаем второй столбик Тоже с одним накидом И в целом до конца ряда Мы будем проделывать то же самое Через одну петлю опять делаем Столбик с одним накидом С накидом Три воздушные петли И сюда же опять столбик с одним накидом В эту же петлю Пропускаем опять одну петлю И делаем столбик с одним накидом После три воздушные петли И сюда же столбик с одним накидом И сюда же столбик с одним накидом И так идем до конца ряда То есть точно такие же движения Опять пропускаем Три воздушные петли Вот что у нас должно получаться Что-то такое Опять у меня какая-то кривая змеюка получилась Мы довязали этот ряд И теперь мы делаем три воздушные петли Один Два Три И теперь получается вот сюда В этот промежуточек Мы закидываем опять столбик с одним накидом После чего делаем две воздушные петли И еще раз делаем столбик с одним накидом Точнее два столбика И еще один Вот так вот у нас должно получиться Теперь в следующую арочку мы опять делаем два столбика с одним накидом Две воздушные петли И опять два столбика с одним накидом туда же Я, наверное, сейчас вас очень сильно удивлю Но следующий промежуток мы делаем точно так же Опять два столбика с одним накидом Две воздушные петли И два столбика с одним накидом сюда же Вот сюда, если что, вот в этот вот промежуток Мы ничего не вставляем Мы именно в такой вот полукруглый вот такой вот лепесточек Опять два столбика с одним накидом Опять две воздушные петли И опять два столбика с одним накидом И так до конца ряда соответственно Вот такое вот у нас, я не знаю, мясо на вертеле получается Какие-то кружева Все, мы закончили получается этот ряд Мы в последнюю арку точно так же все сделаем То есть тут нет никаких уменьшений Точно так же в последнюю арку Второй ряд мы закончили Теперь делаем три воздушные петли опять И вот в этот вот промежуток Мы теперь делаем 10 столбиков С одним накидом Вот так вот у нас должно получиться И вот сюда провязываем столбик без накидов Без всего Вот так вот Опять же вот в этот промежуток Мы провязываем так же 10 столбиков с одним накидом Вот так вот Так же сюда делаем опять столбик без накида Наверное полустолбик с накидом Вот так это называется И опять вот сюда получается мы делаем 10 столбиков с одним накидом И так до конца Как я вам и сказала мне было слишком лень заморачиваться Поэтому просто довязав Я сразу начала ее сворачивать То есть вот у меня какая была сначала работа Я ее свернула Вот здесь у меня торчала нитка Я эту нитку просто проделала в самую сердцевину Как-то начала обвязывать туда-сюда Короче нитку гонять И вроде бы она сплелась Я же говорю что мне просто очень лень Я просто вставляю в рандомные петли И просто протягиваю вот так вот нитку туда-сюда Я правда не знаю как это нормально объяснить Чтобы вы поняли Вот эту одну единственную нитку я просто гоняла туда-сюда Стараясь зацепить все ряды Я прям несколько раз прошлась по одними тем же местам Чтобы точно все зафиксировала Вот что у меня вышло Вот такая пышная розочка Я надеюсь это будет держаться Но держится это на моем добром слове Можно обвязать вокруг шеи И будет тоже очень красивый чокер А можно по дефолту волосы нацепить Сделала я это сделала Вы посмотрите только на эту нереальную красотищу Я связала в два столбика получается просто обычными петлями И привязала эту розочку По-моему вообще найс Ну прям то что из пинтереста я увидела То я и сделала Ну нежнятина, ну мед У меня уже почти высохли волосы Хорошо ID номер пять по-моему Украшение с ракушками волосы Значит что нам понадобится Нам понадобится рыбная леска На самом деле нам понадобится просто какая-нибудь леска Такая для украшений Но я почему-то заказала именно рыбную Видимо подумала, что у нас супер морской стайл И поэтому нужна рыбная леска Также нам понадобятся декоративные ракушки Вот с такими вот дырочками Я оставлю ссылку в своем телеграм-канале На все товары, которые я заказала Кстати говоря, да Нам понадобятся небольшие такие заколочки Которые мы будем прикреплять потом в наши волосы И в целом дополнительный какой-нибудь декор Вот, чтобы не просто одни ракушки у нас висели А также, кстати, можно сделать это украшение еще на шею То есть это не обязательно волосы Впихать их в себя Просто не обязательно использовать эту заколку И сделать просто соединительную там петлю Сзади шеи И покинуть это видео Мы просто берем нашу эту леску Нитку Надеваем на нее ракушки Можно взять какие-нибудь морские бусины Найти какой-нибудь декор, связанный с морской тематикой А можно не обязательно с морской Если уж так смотреть, то можно вообще все что угодно Это прям выглядит очень по-гавайски Прям хочется, знаете, достать юбочку Надеть себе кокосики И вот так танцевать, пойти на Гавайи Да, со стичем, лилой стичем Мне кажется, особенно будут эти украшения смотреться круто С длинными волосами Особенно, знаете, еще мокрые, когда волосы Они такие взъерошенные Такие какие-то волнистые И там будет вот это вот красивое украшение свисать Боже мой! Украшение готово Я сделала два разных Одно подлиннее, правда, получилось у меня И единственная проблема, которая у вас может возникнуть Это закрепление лески на вот эту вот как раз вот заколку Я, короче, специальные махинации проводила Чтобы закрепить эту всю тему Я использовала специальные зажимы Вот, и теперь, вот видите, здесь вообще все зафиксировано Это очень важно, чтобы бусины туда вот не скакали никуда Можно, конечно, как-нибудь обмотать вот здесь То есть вариант есть Вот видите, здесь специальные дырочки, чтобы можно было как-то обмотать Я использовала прям супер тонкую леску Что я даже боюсь, что она может разорваться Потому что все-таки ракушки, они достаточно увесистые Нет, ну выглядит это, конечно, просто супер стилево Я вот только смотрю на свою прическу Мне прям сразу хочется оказаться где-нибудь на пляже Где будет песочек, мокрые волосы Это несложно делается, но как это красиво вообще дополняет образ И вам ничего делать даже не надо Вы можете просто даже не мейкапиться Просто нацепили заколки и все И вы уже эстетик герл из Пинтереста Очень круто, прям хочется пересмотреть сериал H2O Это прям очень сильно вдохновилась этой морской тематикой Что хочется прям сейчас взять билетики куда-нибудь подальше И просто валяться в песке круглый год И ничего больше не делать Просто купаться, валяться и есть кукурузу горячую И если выбирать между позолоченными или серебряными бусинами То, конечно, лучше выбирать на пляж как будто бы позолоченный Потому что смотрится более как-то вот русалчато Вот русалка должна ходить в золоте Наверное, потому что сокровища на дне океана всегда золотые Пока что это все идеи, которые были у меня в голове Которые я смогла реализовать Вот такие вот прекрасные идеи я вам подкинула Вы подкиньте мне лайк, пожалуйста И подпишитесь на мой телеграм-канал обязательно Потому что, может быть, мы с вами потеряем вообще связь И, может быть, мы никогда с вами больше не увидимся А вам нужна моя поддержка Вам нужны мои идеи Вы нуждаетесь в этом, я уверена Так давайте продолжим эту империю Пинтереста Надеюсь, что после того, как вы сделаете что-то из этого видео Вам просто путевка упадет на голову И вы сразу поедете куда-нибудь, полетите В какую-нибудь жаркую страну И будете купаться в Египте, каком-нибудь, или Турции Спасибо большое за просмотр Всем бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok